Мы с женой живем в Краснодарском крае Город Кработкин Вижу Майкоп, Хасавюрт, Оренбург Махачкала, Уфа Санкт-Петербург Армавир, Белгород Гулькевичи, Астрахань Отлично, Кущевская еще Пенза Дальше, дальше, дальше Города Беларусь у нас есть Не пишут где Анжера Суджинск, Парабель Барнаул у нас есть Новобейсюкская, Кирсанов В общем такая большая география Не только Россия, но и страны СНГ Сегодня здесь Рады вас видеть Сочи, Ильинская, очень хороша Сегодня Как бы наткнулся на информацию Смотрел видеоролик Когда люди работающие с другими компаниями СТО маркетинга Говорили о том, что Арифлэм какой-то не такой Там что-то у них больше платят Или еще что-то Но я понимаю, от чего это все В последние годы Активно работая Мы с вами вывели компанию На первое место По товарообороту в России СНГ Мы вывели компанию На первое место Как сам узнавай бренд Компании сетевого маркетинга И сам узнаваемый бренд Косметический В России СНГ По данным компании Евромонитор Кроме этого Такое огромное количество Новых менеджеров Ежемесячно Директоров Драгоценных директоров Сейчас в России Нет ни у кого Только в Арифлей Почему это трофт? Это обусловлено кое-чем Давайте посмотрим Я пришел сюда Не выбирая Знаете Вот куда позвали Туда и пришел Но потом Меня приглашали Мы их приглашали к нам Кто-то присоединился Кто-то нет И иногда Мне бывало Жаль этих людей Я видел очень сильных Лидеров Которые в других Компаниях Зарабатывали Как я И даже больше Но сегодня Нет тех лидеров И даже нет Некоторых компаний В которых Они преуспевали И очередной раз Я понимал Как важно Что мои спонсоры Изначально Мне сказали Сергей Когда ты выбираешь Компанию С которой будешь работать Важно выбрать Три вещи Первая Надежность компании Вторая Комфортность продукции И третья Маркетинг Ну с надежностью Компании Ясно 49 лет в мире 20 из них Уже успешно Работают в России С года в год Рост Рост Несмотря на какие Трудности Препятствия Компания Которая сегодня Имеет производство Не только на родине Не в Швеции А в других странах В том числе В России Завод за 170 миллионов Евро Отстроили Свои офисы Свои склады Они пришли Ненадолго Они пришли В Россию Навсегда Почему Это мне важно Я не хочу Как некоторые Мои знакомые Каждые несколько лет Начинать бизнес В новой компании Говорить людям Я сетевик Я ошибался Та компания Плохая Вот это Лучшее Проходит несколько лет Он говорит Вот это тоже плохая Но вот следующее Именно туда надо идти Как правило Этим людям Я задаю один вопрос Если бы ты умел Делать этот бизнес И выбирать компанию Надо было ли тебе Менять столько компаний Задумайся Остановись Выбери критерий И по ним приди В надежную компанию Второй момент Очень важный Это комфортность продукции То есть знаете Есть компании У которых Очень качественный продукт Но его цена Дорогая Для нашего брата Есть компании У которых Некачественные продукты Дешевые цены Это тоже плохо Люди раз два купят И больше не приходят У Арифлейм Здесь такая Знаете Гармония Продукты Высочайшего качества По доступным Разумным ценам Мы никогда Не были дешевкой И не будем Хорошая Дешевая У меня не бывает Красота И здоровье Либо оплачивается Либо оплакивается Задумайтесь Над этим И третье Это А еще Что важно Продукт заканчивается В отличие от кастрюль Страховок Фильтров для чистки воды Ежемесячно Женщины Да и мужчины Тратят деньги На мыло Шампунь Зубные пасты То витамины Детям То еще что-то Третье Очень важное Это маркетинг Потому что Я видел компании Которые обещали Платить больше Чем Арифлейн Как говорил выше Нет этих компаний Нет этих выплат Вот что сегодня Мне попало Арифлейн Входит в десятку Самых крупных Компаний Сетевого маркетинга Но если говорить Здесь в долларах Если говорить в евро То полтора миллиарда евро Годовой оборот Это очень серьезно В условиях Кризиса Если взять Эту десятку То мы здесь Одна из самых молодых Компаний Одна из самых Быстро растущих Например в апреле В России Рост товарооборота Арифлейн Более 30% А у нас В команде Территория роста Более 50% Хотя есть люди Которые в это же время Делают 100 200 300 1000% Прирост Задумайтесь Вы оказались В нужное время Когда рост Огромный идет И на этой волне Легко в год Сделать несколько званий И второе Вы оказались В нужном месте В нужное время И в нужном месте В надежной компании С комфортным продуктом С работающим маркетингом С балансированным Продукт Все вы знаете Это натуральные Косметические средства Для женщин Мужчин Формулы кремов Патентуются Часто на международных Конкурсах И крема И ароматы И декоративная косметика Занимает первые места Соперничая с Диор Шанель Ланком И так далее Мак Что касается Наших коктейлей И витаминов Но у нас есть Очень много исследований В Швеции И в Германии И российский Рамен в Москве Проверял Сертифицировано Клинических исследований Куча Есть даже сертификант Антидопинговой комиссии Поэтому очень много Олимпийцев Чемпионов мира Пьют наши Богатые белком Коктейли И наши Шикарные Витаминно-минеральные Комплексы С омегой Астексантина Что касается Прошлого года Мы получили Премию Здоровое питание Как лучшая Компания Производитель БАДов И пищевых добавок Заметьте Не Гербалаев Не Я не знаю Там Арготенториум Да Не какие-то Фарма И прочее А Арифлейм Категория Велнос Но Если эта информация Какие-то чувства Положительные Вызвала Чувство гордости Поставьте плюс Если вам Абсолютно Все равно Ставьте минус Помните Очевидное Не требует Доказательств Каждый месяц Появляются Я сказал Не только Менеджеры Директора А золотые Сапфировые Бриллиантовые Каждый год В России Появляются Новые Исполнительные Директора Уже в России Казахстане Белоруссии Украине Есть люди Которые Вошли в президентскую Команду Задумайтесь Все начинается С нуля Вы пользуетесь Продуктом Получаете подарки Создав Небольшую Команду Вы уже Выходите На уровень Менеджера Это первые Десятки тысяч Рублей В месяц Ну такого Дополнительного Дохода Хотя напишите В вашем Населенном Пункте Сколько люди На работе По найму Получают Учителя Медсестры Продавцы Менеджеры Бухгалтера И так далее Юристы Может быть Вот в среднем Сколько народ Получает Наталья пишет Что когда Двадцать тысяч В Барнауле Уже хорошо В Кропоткине За пятнадцать Люди Пашут Да Знаете Ну я не хочу Никого обидеть Но получается Так что Очень много Людей сейчас Работают Как лошади А зарабатывают Как ослы У нас есть Шикарное Предложение Для тех Кто хотел бы Жить лучше И так Научив Нескольких Людей стать Менеджерами Вы становитесь Директором Здесь премия В тысячу долларов Шикарные банкеты В Москве Где вы на сцене Чеки Цветы Тысячу людей Аплодируют Стоя И это еще Не все Ведь дальше Научи двоих Стать директорами Это очень простая Задача Например Здесь на вебинаре Есть Анжела Которая в этом году Уже закрыла Два звания Да Научив двоих Стать директорами Анжела Пройдя этот путь Получила только Четыре с половиной Тысячи долларов Премий Друзья Здесь уже Недельное путешествие В этом году Кипр Сочи у нас будет Для менеджеров В следующем году Это круиз На семизвездочном лайнере Вообще фантастика Ни в одной Сетевой компании Мира Я не слышал Чтобы они ездили В круиз На семизвездочном лайнере Это дорого Арифлейм может позволить Арифлейм Очень ценит Меня Вас Каждого из них Автомобильные программы Вы знаете Да От Шкоды Рапид Дальше Вольво На более высоких ступенях Мерседесы в подарок Без лизингов и кредит Тоже интересно Правда Путешествие От одного До пяти Раз в год За счет компании Перелеты Проживание Питание Банкеты Подарки И знаете С чем я вас поздравляю Более 80 подключений Вы те люди Которые Может быть На какой-то поезд В своей жизни И не успели Но даже если Поезд уехал Знаете В Сарифлейм У нас есть еще Самолеты Автомобили Представительского класса Морские лайнеры Нам с вами Есть чем заняться На этой радостной На этой радостной ноте Я хочу представить Нашего гостя Сегодня Нашего спикера И я знаю Сейчас чат Взорвется Восприцательными Знаками И приветствиями Молодая мама Которая Два года назад Ну я думаю Она это упомянет Да Она решила Изменить свою жизнь К лучшему Ради себя Ради ребенка Она взяла И начала делать то Что многие мужики Побоялись Понимаете Искали отмазки Эта девушка Сегодня Только-только Закрыла звание Директора Старшего Золотого А уже открыла Старшего Золотого И Сапфирова Полгода назад Она выступала У нас на вебинаре Ребята За это время Ее товарооборот Увеличился в несколько раз Встречайте Наш супер успешный Растущий лидер Друг Подруга Гость этого вебинара Наталья Стадниченко Так Раз, два, три Давайте проверим С вами звук Хорошо ли меня слышно Поставьте плюсики Если все отлично Если где-то фонит Хрипит Или тихо Тоже об этом напишите Будем с вами Менять качество звука Отлично Хорошо Тогда будем начинать Первым делом Хотела бы сказать Огромное спасибо Сергею За то, что пригласил К вам в гости Я вам хотела бы сразу Поделиться с вами Маленьким таким секретиком А если вы пришли сюда За большими результатами Если у вас огромные цели То, что вам говорят Ваши высшестоящие спонсоры К этому не то, что нужно прислушиваться А слушать очень внимательно И задавать очень много вопросов Если у вас большие цели У вас должно быть просто Огромный список Разных вопросов Пусть вы даже считаете Что они глупые Но этот глупый вопрос На самом деле Может многое решить В развитии вашего бизнеса Поэтому никогда не стесняйтесь Всегда задавайте побольше вопросов И давайте перейдем К теме нашего вебинара Сначала с вами познакомимся Потом я расскажу вам Как я росла И как собственно работала И работаю сейчас Как уже сказали Меня зовут Стабниченко Наталья Мне 22 года Я из города Барнаул Зарегистрировалась я 3 декабря 2013 года Это было случайностью Я считаю, что то, что я сейчас Компания Reflame Это как счастливый билет для меня Раньше я работала на дому Профессионально монтировала Свадебные фильмы Сотрудничала я с операторами И вот однажды Один оператор У него в статусе ВКонтакте Было предложение о работе Писал, что новый проект Я написала в личку Он сказал, что это совершенно другой проект Не свальбы Но он не уточнил, что это не связано Никак с фильмами Все равно я заинтересовалась И очень долго пытала его Чтобы он поскорее Мне отправил Предложение на почту В итоге в конце дня Уже ближе к ночи Он мне отправил Бизнес-предложение От компании Reflame Которого я была в шоке Потому что Мое первое представление Об этой компании Как, наверное, и у многих Кто не вникал В суть бизнеса То, что Reflame Это в основном каталоги Но вот что-то внутри Мне подсказало Что не нужно сразу отказываться Я ему написала Что ты меня регистрируешь Если тебе нужно Для каких-то целей Но работать я не буду Он меня зарегистрировал В итоге со мной Сизался мой вышестоящий спонсор Алена Родионова И, собственно, она и была Моим наставником Так же, как и Иван Родионов Вот Значит, активно работать Я начала с 1 января 2014 года Проснулась новый год И решила, что что-то нужно Менять в своей жизни И первый день нового года Это прям отличная такая возможность За 7 месяцев активной работы Я открыла уровень директора Сейчас я нахожусь В звании золотой директор В этом каталоге закрываю Старшего золотого директора В следующем уже сапфировала А еще придут Примии 7 тысяч долларов В общей сумме И что я делала Когда росла Значит, самое важное Это много обучаться Несмотря на то, что У вас может быть Несколько высших образований Вы на какой-то наемной работе Очень высоко поднялись По карьерной лестнице То есть у вас Богатый багаж знаний Умений и навыков Вам все равно нужно В этом бизнесе Начинать все с нуля Как зеленый новичок Как первокласска Сесть за парту И внимательно слушать Всех спикеров и наставников Значит, как я сказала уже Что нужно задавать Много вопросов Много читать Всего, что вам рекомендуют Ваши спонсоры И Очень важно Никогда не бояться Сделать что-то в первый раз В первый раз выступить на планерке В первый раз провести собеседование В первый раз созвониться Со своим партнером И разобрать все вопросы Которые у них появились Я понимаю, что многие из вас Могут быть новичками Кстати, давайте напишем Кто на каком уровне сейчас Шесть процентов Девять, двенадцать Или вы совсем новичок Да, я вижу, что здесь и новички есть Отлично Тогда вам эта информация Тоже будет полезной Я вам хочу сказать Честно, да Что всегда В первый раз что-то делать Это очень страшно Я помню свою первую планерку Там я выступала, наверное, буквально Три минуты Но я перетряслась Пока сильно вылись, наверное У меня по столу коленки стучали Зубы стучали Руки тряслись Первое мое собеседование По скайпу голосом Длилось два часа Это было, наверное, ужасно Но я знаю, что Прошло это собеседование И я много моментов узнала для себя Много информации получила Потому что мне задавали те вопросы На которые ответы я не знала И после этого собеседования Оно, конечно же, закончилось тем Что мне мужчина сказал Спасибо вам большое за информацию За уделенное время Я не хотела вас перебивать Очень такой положительный мужчина был Он дослушал меня до конца Но все равно мне сказал нет Но я потом пошла к своим спонсорам Я выписала все вопросы Которые он мне задавал Получила на них ответы И следующие собеседования У меня уже проходили намного лучше И очень такой важный момент Спонсоры всегда готовы помочь Помимо того, что они отвечают на ваши вопросы Они готовы вам помочь с регистрациями Они готовы вам помочь провести первое собеседование Или созвон с вашим новичком Проводить планерки и вебинары Всегда для вашей команды Но вы должны понимать Что если вы пришли сюда развивать бизнес Вы должны брать ответственность на себя Поскорее уходить от опеки спонсора Самостоятельно начинать проводить планерки Ну, конечно же, там Получить сначала разрешение Потому что иногда на самом деле рано выступать И самостоятельно проводить такие планерки Но у меня есть такие лидеры Которые с нуля процентов Сразу начинали собеседование голосом проводить И у них достаточно быстрый рост благодаря этому был Они каждый каталог открывали по новому уровню А некоторые даже и по два Поэтому чем быстрее вы возьмете на себя ответственность Тем быстрее вы начнете видеть результаты Положительные результаты в вашем бизнесе Итак, как я росла? Первый каталог я вышла сразу на 6% На 6% я вышла в основном благодаря потребителям У меня не было еще активных партнеров В третьем каталоге уже начали появляться активчики И я вышла на 9% В следующем на 12% В пятом на 15% В седьмом на 18% И в одиннадцатом каталоге Так как раз прошло 7 месяцев Я вышла на 22% И вот вы видите, да В декабре я открыла старшего директора Затем через полгода золотого Еще через полгода старшего золотого Ну и такая традиция сложилась Я одно закрываю Следом новое открываю Так, идем дальше Значит, в этом бизнесе я росла не одна Когда я начала, у меня был сыночек уже Ему было 6 месяцев И все, что я делала, я делала вместе с ним Вместе с ним я смотрела обучающие вебинары Вместе с ним я проводила собеседование Если это были вебинары, да То он лежал у меня на коленках Я с ним играла, слушала вебинары Параллельно могла отвечать своим новичкам на вопросы Или выдавать им первые инструкции Мы всегда ходили вместе Мы всегда ходили вместе за заказами Помню первый раз, когда я пришла за заказом Была зима, холодно Ребенок у меня даже сидеть тогда не умел Ну 6 месяцев, я думаю, родители знаете, да Как дети маленькие вот едят в этом возрасте Я принесла сверточек в СПО Положила его на стол Перебрала свою коробочку с заказом И потом спускалась к коляске Ложила его в коляску, коробку вниз И бизнес рос, ребенок рос И в основном потом у нас коляска стала Таким хорошим средством передвижения До СПО ребенок ехал Из СПО уже ребенок толкал коляску с заказами Кстати, хочу заметить, что я не продавала по каталогу Все заказы, которые я делала Это были для себя, для ребенка и для родителей Когда я первый раз узнала про 150 баллов У меня был шок, я думала, что где же я на такую сумму наберу заказы При условии, что у меня были декреты 3000 Ну еще со старой работы иногда копеечка перепадала Я просто зашла в ванную Посмотрела, что у меня есть И пошла то же самое, забила в корзину в личном кабинете И в итоге получилось даже больше Я решила тогда зарегистрировать еще своих родителей Пробить на них заказы Собрать подарки И так получилось, что пока я не открыла ИПЛ Пока у меня не было дохода Я очень много, так скажем, зарабатывала на подарках Потому что первые два каталога Может помните, в начале 2014 года были красные блендеры Вот таких блендеров у меня аж 4 набора Вот, далее И банный халат, и полотенце, и наборы косметики Все это я получала в подарок от компании Но в будущем уже подарки будут побольше В скором времени Это открытое звание бриллианта Когда закрою, уже можно ждать подарок В подарок автомобиля от компании Вот И сейчас Как я уже сказала Что Арифлейм на самом деле это счастливый билет Я недавно думала А что было бы, если бы не было Арифлейм Ребенок бы пошел в садик Мне пришлось бы искать работу И где бы я работала сейчас Без высшего образования У меня только образование Я режиссер кино Закончила Алтайский краевой колледж культуры Какого-то опыта работы у меня Тоже нет специального Я работала только вот с операторами Проходила практику на ГТРК Алтай Это телевидение, кто не знает И еще у меня был один месяц опыта В киномире Я работала барменом Разливала кока-колу И жарила попкорн Очень тяжелый был график Три на три по шестнадцать часов И за свою работу я получала всего 13 тысяч в месяц Работала один месяц Ушла, забыла И ушла, собственно, в производство фильмов Ну, я понимаю, да, что сейчас вот В нашем городе, да и вообще, наверное Во всей стране Вы, наверное, с этим встречались, да Что все становятся фотографами, видеографами Не имея никакого образования Они готовы работать за маленькую сумму, да Но этим методом, так скажем Они нормальным профессионалам рушили рынок А я, как бы, имея опыт и образование Я не хотела работать за меньшие деньги Так, и про деньги Я открыла ИП через десять месяцев Как начала, собственно, активно работать За эти десять месяцев я заработала Помимо всех подарков 319 тысяч И вот в этой табличке, где я отметила Обзываю ее Можно видеть, как росли мои доходы За первый год активной работы Первый месяц Ноль, потому что это старт Вы должны понимать, да Что все начинается с нуля Второй каталог уже 1918 рублей Вот кому из друзей, знакомых рассказывала Из родственников Все говорили, что что это за бизнес такой Ты заработала почти 2000 И на 3000 еще заказ делала Но я-то понимала, что заказы Это вовсе не вложения Я в любом бы случае покупала бы Средства личной гигиены, косметику И витамины для ребенка И я видела, что здесь Очень позитивные люди Спонсоры, наставники Всегда открыты Всегда хотят тебе помочь Нет никаких вложений Бесплатное обучение И уже рост пошел Результат есть 6% И доход почти 2000 рублей Да, за год С тысячи на сотни тысяч вышло Вот, 142 тысячи Это уже с премией Мой автомобиль Вот Я думаю, любая девушка Да и парень Любят баловать себя Различными подарками Я купила себе Перед Испании Перед Золотой конференцией Телефон очень хороший С очень классной камерой У меня вот еще С учебой осталась Зеркалка профессиональная Но она весит Без вспышки Без дополнительных объективов Минимум то есть 3 килограмма 3 килограмма За границей с собой Сильно не потаскаешь И мне очень хотелось Иметь телефон Который будет Намного лучше Этой камеры В принципе, я теперь Ну, полгода назад Да, там Не смогла себе это позволить Также украшения И путешествия Вот В том году Мы ездили в Питер У нас была встреча с командой Далее была Москва Первый мой банкет директоров Далее была уже Испания Золотая конференция Египет Менеджерская конференция В этом году был Питер Конгресс предпринимателей Скоро у нас опять ждет Москва Банкет директоров И осенью уже Золотая конференция Кипр-Сочи Помимо Тех путешествий Которые Бесплатно нам Дает Компания Reflame Также есть Свободные деньги Которые Можно самостоятельно Потратить на путевки Самостоятельно Попутешествовать По миру Вот в скором времени Через месяц Да, уже ровно через месяц Мы с ребятами Тоже С директорами Мы с компанией Reflame Поедем отдыхать В Таиланд На Пхукет И Что самое важное В это время Когда мы будем отдыхать Мы всегда будем На связи с командой Потому что Наш бизнес Помещается Даже уже не просто В ноутбуке А уже даже В хорошем смартфоне Он может полностью Помещаться Вот И не забывайте Про лайнер Как уже сказал Сергей Путевка на такой лайнер Стоит очень долго Я узнавала Минимум 200 тысяч В самый такой Плохой номер Я не думаю Что у нас Будет компания Селить в плохие номера Я думаю Нам достанется Все самое лучшее Поэтому Просто подумайте И расставьте Приоритеты правильно Сейчас Лето И Многие Уезжают На дачи На огороды И Я бы вам Хотела сказать Что Что вы сейчас Посеете Такое урожай Будете собирать Осенью Кто-то будет Выкапывать Картошку А кто-то Будет Готовить Чемодан И поедет Вместе с нами На этот лайнер И вот Сергей пишет Вот 350 Ну я Сказала По минимуму 200 Без окон Без дверей Номер Вот И Что самое главное Вы можете поехать Не одни Вы можете Второго спутника С собой Бесплатно взять А это уже Как минимум 400 тысяч И Даже если Вы сейчас Найдете себе Какую-нибудь Классную Наемную Работу Где вас Сразу Поставили Директора Я сомневаюсь Что за Полгода Вы сможете Заработать И накопить Чтобы Самостоятельно Поехать На Таком Лайнере Покататься Вот Так И Сейчас у меня Есть к вам Вопросы Как сказал уже Сергей Я провела Около 30 Тысяч Собеседований Из них Было Около 5 тысяч Личных Регистраций У меня К вам Вопрос Как вы Думаете Вот Из всех Личных Регистраций Которые Я делала Когда Пришел Ко мне Мой Первый Ключевой Партнер Какой Номер Регистрации Это был Варианты Ого Не Ну За тысячу Я конечно Не уходила Вообще Я провела Первые 100 Регистраций У меня Не было Ни одного Активного Партнера У меня уже Начали Опускаться Руки Я уже Пошла Жаловаться С своим Спонсором Они Мне сказали Что Ты проведи Тысячу Регистраций И тогда Приходи И Предупредили Что Когда у тебя Будет Тысяча Личных Регистраций Ты их Правильно Всех Проработаешь Ты будешь Уже На уровне Директора В принципе Почти так И Получилось Я вышла На уровень Директора Я провела Около 800 Личных Регистраций И так Вот Мой первый Партнер Это 274 Личная Регистрация Спонсорских Регистраций У меня Не было Все Регистрации Были Мои А потом Уже В дальнейшем И команда Начала Работать На первой Фотографии Как раз Вы видите Алену Грушевскую Мой Первый Директор Вторая Мой Автомобиль У них Немного Другие У них Другие Методы Рекрутинга У них Другие Взаимоотношения Немножко С компаний Они Очень Похожи Да Но Если Вникать То Отвечаются И У меня Не было Времени Разбираться Люба Взяла Все Под Свой Контроль И Со Своими Ключевыми Партнерами Да У них Велнос В аптеке Продается Причем Не В каждой Аптеке А Если Хочется Велнос А в твоем Городе Нет Такой Аптеки То Ты Его Уже Не Купишь Надо Через Спонсоров Или Ехать За Ним То Есть Конечно Ж Свои Трудности Вот И Люба Со своей Ключевой Командой Они Полностью Организовали Своё Командное Обучение И Очень Хорошо Развиваются Следующая Фотография Это Семейная Пара Петр И Евгения Багановы Из Москвы Женя В том Году Была У меня Менеджером Я Ее Брала С Векторов Они Также Молодые Родители В декрете Очень Быстро Растущая Команда У Жени Тоже Растет По всей Стране И Также Самостоятельные Они Лидеры И Аня Шутова Моя 664 Личная Регистрация Тоже Малочка В декрете У нас В принципе Все Партнеры Ну Практически Все Партнеры В декрете Потому Что Люди Семейные По-другому Относятся К семейному Бюджету Я думаю Вы понимаете Почему Потому что Детей нет И Ветер В голове Я сама Помню Когда Такой Ребенок Появился Сразу Пришлось Повзрослеть И Взять Ответственность Уже Не только За свою Жизнь Но и За жизнь Своего Ребенка Так И Как Все Так Правильно Стартовать В первую Очередь Важно Подготовить Рабочее Место Чтобы Ваш Компьютер И интернет Нормально Работали Чтобы Вас Ничего Не Отвлекало У кого Дети Я думаю Особенно Маленькие Дети Есть Такая Проблема Что Компьютер Может Быть Завален Игрушками Дома Что-то Может Быть Не Сделано Бардак Какой-то Игрушки Везде По всем Комнатам Раскиданы Вот Лично Меня Это Очень Сильно Отвлекает Когда Я сажусь Работать Я всегда Думаю Блин Игрушки Надо Убрать Блин Надо Убрать Игрушки Они мешают Я на них Спотыкаюсь Я на них Наступаю В общем Мысли Посещают Вообще Другие Не о бизнесе И Пока Это все Не будет По полочкам Стоять Я не смогу Нормально Работать А на нашем Бизнесе Все-таки Нужно Чтобы Никакие Мелочи В жизни Вас Не отыкали Что Если У вас Проблемы В семье Все-таки Нужно Сначала Помириться С мужем С женой С детьми С родителями Попросить Дать им Шанс Если Они Против Этого Бизнеса И потом Уже Садиться Активно Нормально Работать Очень Важно Подготовить Все Инструменты Если У вас Нету Канала Ютуб Создать Его Загружать Вебинары Инструкции Которые Вам Нужны И Которыми Вы Будете Делиться Со Своими Новичками У 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 Очки очень часто получают шаблоны от своих вышестоящих спонсоров, ну или вообще в чате кто-то поделился. Очень важно отходить от чужих шаблонов и не общаться как робот. Мне недавно девушка писала, ну виды сразу, что новичок, она только по шаблону мне писала. Она вообще не посмотрела, что я уже лидер в компании Reflame. Она мне начала задавать вопросы. Ну я ей отвечала и сама у меня спросила, вы мне хотите что-то предложить? Она пишет, да. Ну не просто да она мне пишет, а она начинает писать по шаблону, что вот мы сотрудничаем с этой компанией. И она вообще не поняла, что ей написала. Я своим сообщением практически ей передала, что я и так уже нашла, что искала. И она все равно продолжила. Я считаю, что это не очень правильно. Вы не должны общаться как роботы. Все-таки должны ориентироваться и подстраиваться под человека. С кем-то нужно пошутить, кому-то нужно может быть комплимент сделать, а с кем-то нужно согласиться, когда они вам напишут, вы мне ничего не предлагаете, да, и все. Точка. Я сегодня проводила собеседование с человеком, парень, спортсмен. Я ему ничего не предлагала. Он мне первый написал, спросил, зачем добавилось. Я начала с ним развивать тему. Сначала просто, а потом переключились на бизнес, потому что он сам начал задавать вопросы. Потом он узнал, что это компания Reflame. Он ржачные смайлики такие, прям до слез начал мне отправлять, что вы мне типа Reflame хотите предложить? Кто-нибудь уже мог подумать, что после этого уже никак не зарегистрировал человека. Я начала с ним общаться дальше, я продолжила с ним беседу. Не тупо по шаблонам, да, что да, это компания Reflame, она самая перспективная в мире и так далее. А я ему проводила, провела сравнение, да, что компания Reflame, можно заниматься этим, этим, этим. То, что мы делаем, это можно перенести и в другое место. К примеру, вот сейчас вышли новые люди X, и если я вам сейчас начну про них рассказывать, вы пойдете их посмотреть, вам понравится этот фильм, вы поделитесь рекомендациями со своими друзьями. Кассовые сборы этого фильма будут расти, но вы при этом ничего не получите. И очень важно в конце каждого своего сообщения писать вопрос. Я ему пишу, верно? Он говорит, так точно. И в принципе так же и в нашем бизнесе. Мы просто делимся рекомендациями с теми людьми, которых это интересует. И если бы я была новичком и получила бы эти ржачные смайлики, я бы очень сильно обиделась, у меня, возможно, бы начали опускаться руки, я бы не продолжила беседу с этим человеком, у меня бы не было положительного результата. С ним я довела беседу до конца, у нас очень долгая переписка, и он согласился зарегистрироваться. Я не уговаривала его, но я предложила попробовать, а потом принять для себя решение, подходит этот бизнес для него как для мужчины или нет. Но я думаю, он добьется успеха в нашей команде. Идем дальше. По поводу рекрутинга. Если вы новичок, опять же, вам очень важно перед тем, как идти общаться с людьми, узнать об этом бизнесе, так скажем, самую малость, чтобы знать ответы на простейшие вопросы. К примеру, что нужно делать, за что платят, и чего вообще здесь можно добиться помимо дохода. Также должен знать, как правильно рекрутировать, должен знать, что не нужно заниматься спамом, не нужно уговаривать, не нужно за уши тянуть людей, и как правильно сопроводить новичка после регистрации. Очень важно рекрутировать каждый день. Я понимаю, что не сразу начнет получаться, у меня первые мои регистрации шли, наверное, через день. Постом я начала работать по плану, ставила себе план, одна регистрация в день. Выходила на этот план, ставила себе галочки и со спокойной совестью шла уже спать. Видела, что я могу делать стабильно по одной регистрации в день, и потом решила поднять себе план и начала делать по две регистрации в день. вышла стабильно каждый день, две регистрации. Подняла пять, три, четыре, пять и выше. На одной планерке я услышала от вышестоящих спонсоров Родионовых, что Алена Родионова делает 15 регистраций в день. Я решила, что чем я хуже, я смогу так же, и постепенно мой план вырос до 15 регистраций в день. Но вот в этот день я случайно совсем сделала 20. Я поверила, что я могу 20, и на протяжении следующего месяца у меня каждый день план был 20 регистраций. Я не лягу спать, пока не выполню этот план. Иногда приходилось ложиться в час, и в три, и в пять часов утра уже, поспать два часика, вставать, ребенка покормить, поиграть, переодеть, искупать, погулять. В обеденный сон, возможно, иногда тоже удавалось поспать. Сами знаете, маленькие дети, это и зубки, и животики. А потом, когда они начинали отходить, так это вообще ужас какой-то, лезут во все щели, во все розетки. И я вот первые полгода спала примерно по 4 часа в день. Ну, иногда, конечно, получалось мне делать и по 21 регистрации, и по 22, но это было прям редкость. Стабильно 20 всегда делала. Вот потом, вот как раз год назад на банкете директоров, у меня мои высшедающие спонсоры спросили, что я делала такого, чтобы я поделилась. С ними этим секретным ингредиентом. Я рассказала этот случай, как я слышала на планерке, как валят Алену, и захотела повторить ее результат. В итоге Алена посмеялась и рассказала всем правду. На самом деле, я неправильно, наверное, невнимательно слушала планерку, отвлеклась на ребенка и прослушала важные моменты. было так, это было или 15 регистраций командных за день по команде Алены Родионовой, или 15 личных за неделю. Уже никто не помнит, но помнят точно, что Алена никогда таких результатов не делала. Вот, поэтому я вам хочу сказать, что все в вашей голове, а как вы решите для себя, так и будет. Если вы поверите в себя, поверите в компанию и не начнете трудиться каждый день, то вы добьетесь тех результатов, которым идете. Сразу хочу сказать, да, еще раз повторить, что я не в первый день работы вышла на такое количество регистраций, это пришло со временем. Я очень долго к этому жила, и очень важно покинуть зону комфорта и расставить приоритеты правильно, что сериалы вообще не вписываются в наш бизнес, огород, картошка тоже не подходят. Нужно очень много работать. И в принципе, вот эти вот полгода я мало спала, я, наверное, чувствовала себя как зомби. И я видела только ребенка и компьютер. То есть все, что вокруг меня происходило на улице, где-то в поликлинику, когда мы ходили, я этого не замечала и даже, наверное, не запоминала. И в какой-то момент я думала, блин, как же мне плохо, я не высыпаюсь. А потом ко мне пришла такая мысль в голову, что как-то я и на пляже где-нибудь в Майами могу отдохнуть, поэтому ничего страшного, если я сейчас не посплю. Поднимала себе боевой дух, включала музыку в наушниках и продолжала акционно работать. Про методы рекрутинга. Когда я начинала, у нас было всего три метода. А, это рекрутинг в одноклассниках, Авито, размещение объявлений и теплый рынок. Теплый рынок, я сразу же побежала с горящими глазами, всем все рассказывала, и на бизнес я его испортила. Но я добилась своего, я их зарегистрировала, они стали у меня просто потребителями, и я им рассказала про то, что они поверили в скидки и в подарки. В принципе, они за этим пришли и благодаря этому и остались. А дальше я пошла работать в одноклассники. За первые 40 страниц меня забанили модераторы, я устала с ними бороться, устанавливать эти страницы, создавать новые. А я ушла на сайт Авито. Там, то есть в одноклассниках сначала я вышла на 20 в день, там меня вообще модераторы заблокировали, по IP внесли в черный список. То есть я даже прогрузить эту страницу не могла. И в дальнейшем мне пришлось искать новое место для себя, и это была социальная сеть ВКонтакте. Не было никаких ни шаблонов, ни инструкций. Я не знала вообще, что делать, что писать, как создавать эти страницы. И методом тыка, проб и ошибок я научилась рекрутировать ВКонтакте и делать так же подвать регистрацию в день. Сейчас в методах еще больше. Сейчас и шаблоны, инструкции, и вебинары на разные методы рекрутинга есть. Сейчас намного проще на самом деле работать. И очень важный такой момент, что для рекрутинга и для сопровождения вообще в этом бизнесе очень важно, чтобы все ваши социальные сети, все сайты, через которые вы общаетесь с людьми, были правильно оформлены. Скайп и социальные сети, и почта, там везде должна стоять ваша настоящая фотография. Красивая, да, не в купальнике, где-нибудь там на речке с шашлыками, с пивом. Нормальная фотография. Может быть, она семейная. Может быть, она в бизнес-стиле. Она должна привлекать внимание людей. Она не должна отталкивать. И если говорить про социальные сети, то обязательно там должны быть личные альбомы с фотографиями. Ваши фотографии, опять же, семейные. Если у вас нет таких фотографий, на самом деле сейчас несложно даже на смартфон сделать качественную, хорошую фотографию. Главное выйти на улицу, когда много света от нашего солнышка, да, и есть сейчас цветы на улице, да, можно фотографироваться. Можно с детьми выйти в парк, купить шариков, пофотографироваться и сделать себе нормальные альбомы, чтобы люди, когда заходили на вашей странице, видели, что вы нормальный, адекватный семейный человек. Есть странички, которые создают, ставят фотографии из интернета. Знаете, там девушка около ноутбука, там палец вверх вот так вот держит, искусственно улыбается. Ну, сразу по фотографии видно, что это не тот человек, да, с которым вы общаетесь. И с фамилиями тоже очень важно. Не путайте своих партнеров, если у вас в скайпе, как и в личном кабинете, стоит настоящая фамилия, с которой вы регистрировались, которая у вас сейчас в паспорте, а в социальных сетях стоит там девичья или выдуманная, потому что, да, ваши партнеры знакомятся с командой, с высочетающими спонсорами, они могут назвать ту фамилию, о которой ваш спонсор даже и понятия не имеет. И вы уже запутаете не только новичка, но еще и своего спонсора. Поэтому не создавайте никому лишних проблем. Всегда пишите открыто и имена, и фотографии, потому что есть такие еще случаи, в социальных сетях вас могут на середине какого-нибудь удачного собеседования заблокировать модераторы без права восстановления этой странички. Дело в том, что вы-то можете и забыть, с кем вы общались, имя и фамилию. А у него-то ваша переписка останется, и по фамилии и имени он может попробовать вас найти еще раз и найдет вашу новую страничку. А если у вас на каждой страничке Иванова, Сергеева, ну вы поняли, да, то этот человек вас уже никогда не найдет. По поводу собеседований. Собеседования, конечно же, которые проходят голосом, они приносят намного больше результатов, чем те, которые идут по переписке. Но могу вам сказать, что вся моя активная работа, связанная с рекрутингом, проходила, когда ребенок всегда был со мной дома. Он или спал, я не могла разговаривать, или играл, или еще как-то шумел, да, зубки резались, плакал постоянно, и ничем его не успокоит. Я поэтому проводила в основном перепиской. У меня была такая статистика. Говорю сразу, статистика у всех разная. У меня она может быть хорошая для вас, может быть и плохая для вас, да, может быть для кого-то средненькая или такая уже. Я была новичком, у меня из 20-30 собеседований была одна регистрация. Когда я уже стала менеджером, у меня из 5 или 10 собеседований была одна регистрация. Сейчас у меня из 10-20 регистраций приходит один активный ключевой партнер, который может буквально в ближайшие дни стать фидером, взять на себя всю ответственность, самостоятельно обучаться. И вы вообще будете не видеть, не слышать этого человека. А потом увидите, что он и на 9 вышел, и на 15, и на 22%. Вот с такими людьми очень важно настроить правильно фокус. Лидеры, они обычно молчат, они вам ничего могут не написать. Они могут вам не писать, думать, что она и так занята или он. Я сейчас сам смогу разобраться, да, почитаю инструкции на 2-3 раза, я их перечитаю, все-таки разберусь, найду ответ, все получится. А пикаря, которые тянут нас вниз, они обычно пишут каждый день и в чатах, и в личку, они что делают, они жалуются. День плохой, люди плохие, люди не те, бизнес не тот, все давно уже в Арифлэйм и так далее. И вот мы пытаемся каждый день поднять настрой этим людям, подбодрить их как-то, сказать, да, у тебя все получится, да, попробуй вот этот метод, попробуй вот этот метод, посмотри этот вебинар, почитай эту книжку, но не сдавайся ты так рано, да, у тебя все обязательно получится, и вот вы их тянете и тянете, тянете и тянете. А что получается в итоге? Они остаются на месте, потому что они так хотят, и вы вместе с ними остаетесь на месте и не растете. Очень важно обратить внимание на тех, кто, может быть, молчит, не пишет вам, но он ходит на вебинар, он ходит на планерки, и он добавляет людей в командный чат. Он пишет отзывы о книге, которые прочитал недавно. С такими людьми нужно работать, помогать им быстрее расти. А от викорей лучше избавляться. Если они не хотят, то вы им уже ничем не поможете. И то же самое, да, если у человека нет мотивации, которая будет его по утрам, которая заставляет его бороться каждый день, вот викорям, да, вы мотивации никак не сможете дать. А те, у кого есть мотивация, они, даже если их наставник или спонсор, который их зарегистрировал, даже если они все уйдут из этого бизнеса, он в нем останется и все равно добьется успеха. Потому что самое важное, возможности, которые дает нам компания, есть маркетинг план, есть. А всего остального можно самостоятельно научиться и добиться тех результатов, которые вам нужны. По поводу сопровождения. Как лично у меня проходит? Ну, это, конечно, примерный план. Я могу некоторые пункты местами менять. Ну, так, картинку вам нарисую небольшую, что после регистрации я пишу сразу своему новичку, что ваша регистрация прошла успешно, от компании Reflame вам на почту сейчас придет письмо, там ссылка, нужно на нее нажать, у вас активируется личный кабинет, как вы сделаете, напишите мне. Он мне отписывается, мы переходим к следующему заданию. То есть после каждого пункта я прошу человека, что как он сделает, мне отписался. Потому что есть некоторые сделали и сидят ждут. Да, я откуда знаю, сделал он или не сделал. А сразу заваливать новичка информацией, это очень вредно. Он может испугаться, у него закипит мозг, и он убежит отсюда. Дальше подписываем на информационные рассылки. Опять сделал, отписался, что готово. Знакомство с вышестоящими спонсорами. Если я в глубину регистрирую, то это с активными менеджерами. Когда была новичком, то отправляла к своим вышестоящим менеджерам и директорам на знакомство. Добавляем в командный чат. Все новички у нас обычно пишут о себе, кто откуда, как пришел бизнес, зачем пришел бизнес. Делятся этой информацией, все их приветствуют смайликами. И вот когда новички к нам приходят, они обычно какие-то скованные, зажатые, потому что через интернет холодные контакты, они очень холодные на самом деле. И вот такие вот приветствия, общения, оно их раскрепощает, и они видят, что людей много, все отзывчивые, приверливые, веселые. Им намного проще стартовать в этом бизнесе. Также менеджеру, вышестоящему и директору отправляем контакты новичков и пишем, что вот новичок, познакомься, добавься. Потому что не все новички сами идут первые и добавляют к вышестоящему директору в контакты. Потому что у них представление, что директор это какой-то злой волк или дракон, которому лучше лишний раз носоваться, а то покусает. Очень важно завести какую-то себе тетрадь, которую вы будете делать по метке. Прочитали интересную книгу, вас что-то замотивировало, запишите. Вопрос появился, запишите, потому что вопросов будет много, и вы их не будете запоминать. Потом на созвоне с вышестоящим менеджером, директором, вы поймете, что вы ничего не запомнили. У вас нет вопросов, у вас как бы они есть, но вы не можете их озвучить. А если они у вас будут все записаны, и вы их просто перечитаете, ну, намного лучше будет. Фишки, планы, все это вы должны записывать, составлять, выполнять, отмечать, и в конце недели, если это план, анализировать. Также даем посмотреть первые вебинары. Первое, это, конечно же, о возможностях нашего бизнеса, а далее, как правильно стартовать, маркетинг-план, чего можно добиться, и истории лидеров, чтобы каждый новичок в каком-нибудь бриллиантовом директоре увидел себя, увидел, что такая же история, тоже был студентом, или тоже была пенсионеркой. Сейчас у нее пенсия, там, к примеру, 6 тысяч, и пенсия от компании Reflame минимум 40, и эти 40 она в дальнейшем сможет передать своим детям и внукам. Также даем первую книгу для чтения, это вот «10 уроков на слалфетках», или еще у нас есть первая книга для новичков, это «Бизнес-трафарет». И дальше у нас уже идет каждый день работа и обучение по плану. План у нас минимальный, если у партнера 4 часа в день, 2 часика он обучается, смотрит вебинары, читает инструкции, книги, и 2 часика он рекрутирует и сопровождает. Значит, как мы сопровождаем партнеров, это и переписка, и созвоны. Как я уже сказала, вся информация должна быть дозирована. Каждую инструкцию по шагам разбить, новичку будет намного проще. Также работа в паре со спонсором прямым, с директором и с менеджером. Это могут быть и групповые созвоны, и индивидуальные. У нас есть чаты для новичков, чаты по уровням 6, 9, 15, 22% по городам и странам для встреч, если где-то встреча от компании или просто командную встречу организовали, директора в этот город приехали, в чат информацию написали, все встретились вживую, познакомились, и, конечно же, мы проводим еженедельные планерки, на которых у нас и новички подключаются, и менеджеры рассказывают важную информацию. И сейчас у меня регистрации идут на личный бренд. Когда я была новичком, я слышала такую фразу от своих вышестоящих бриллиантовых директоров, что сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. Но в колледже я с этим понятием не сталкивалась, на практике его не увидела. Увидела только здесь. Когда новичок, да, нет результатов, очень много нужно перепахать, перебрать людей, наделать ошибок, попрыгать, не просто понаступать, да, а перепрыгать целое поле граблей, чтобы появились результаты, чтобы появилась информация, на которую можно, так скажем, пассивно рекрутировать. И очень важно, когда у вас появляются результаты, никогда не скрывать их. Даже если это 3% вашего или вашего партнера, я советую в социальных сетях разместить поздравления. Или если это менеджерская конференция, разместить также поздравления, что вы квалифицировались, или вот у вас команда из 3-х человек, вы и ваши партнеры, этой осенью поедете в Сочи, познакомитесь со своими высшедшими доставниками, что это все бесплатно. Делитесь этой информацией. На нее приходят партнеры. Также поздравления новых уровней, как я уже сказала, да, это могут быть новички, это могут быть менеджеры, это могут быть директора. Также истории успехов директоров. Я думаю, у всех они есть, у всех они интересные, индивидуальные, ими тоже нужно делиться. И, конечно же, фотографии. Это могут быть фотографии новинок. Посередине вы можете видеть чуть ниже новую Джордани Голд Эссензе, которую нам подарили в Испании на золотой конференции. Вы можете написать отзыв об этом продукте, вы можете привлечь к себе партнеров не только на бизнес, на доходы, на путешествия, на автомобили, но еще и на тот продукт, который производит наша компания. Также путешествия, дети, семья, команда, все, что есть, да, все размещайте, не стесняйтесь. Есть некоторые, ну, партнеры в командах, которые почему-то боятся выставлять свою личную жизнь. Но если вы ее не будете показывать, то как бы больше будет вся информация похожа на какую-то, возможно, выдуманную, да, будут люди думать, что вы какой-то нереальный человек. А если он вас увидит также с маленьким ребенком в парке, с шариками, со сладкой водой, да, то по-другому начнут относиться. Фотографии, информация должна быть всегда разной и очень важно, она должна быть позитивной. И, конечно же, о тех вещах, которые мы можем себе позволить. Новая техника, шоппинг, спа, различные, не знаю, там, маникюры, педикюры, да, там, прически, все это, что привлекает девушек, да, а мужчины могут, конечно же, выставлять автомобили, которые получают наши лидеры от компании Reflame, Skoda Rapid или Volvo. Вот в самом начале, когда я только открыла директора, я баловала себя такими маленькими радостями. Вот, к примеру, ребенку детскую шведскую стенку купила, маты, игрушки. Я не представляю, как родители это себе могут позволить с доходом 30 тысяч на семью из трех человек. Это нереально, потому что вот одну такую стенку, да, полный комплект с матами, с техникой безопасности, чтобы все было, выходит около 30 тысяч. А еще ребенка надо на плавание водить, еще ребенка надо какие-то секции водить, чтобы он в хорошей, в качественной одежде ходил, чтобы у него игрушки были, чтобы у него все было, да. Мы ходим, сейчас лето, да, парки открылись, ходим в парк около дома. Я, конечно, в ужасе от того, что этот парк просят делать, но там смысл такой. Дети до трех лет или до пяти не имеют права самостоятельно кататься на аттракционах. Аттракционы, ну, минимум 100 рублей, две с половиной минуты стоят, но в машинках по железной дороге покататься. И нужно его сопровождать взрослому. И за взрослого тоже нужно платить, который вот просто на этой медленной железной дороге едет, качается. Как бы, если бы я была просто в декрете и работала бы на простой работе, я бы не могла себе позволить ребенка даже в парк сводить вот на этих каруселях покататься, потому что за один вечер мы там оставляем как минимум 1000 рублей, потому что одной железной дорогой у маленького ребенка ничего не обойдется. Ему сладкая вата нужна, и шарик, и из рогатки он хочет пострелять, и на батуте, и в лабиринте полазать и так далее. Вот еще такая маленькая радость. Расскажу вам о ней. Когда была на уровне директора, вывезла в магазине черную икру. Я не знаю, почему захотелось попробовать, но я понимала, что доходы 40 тысяч рублей – это не сильно много, чтобы позволить себе такой деликатес. И вот недавно, когда я уже была, ну, стала открытым сапфировым директором, все-таки решилась потратиться. У нас, кстати, не знаю, где, как, да, стоит у нас около 5000. Маленькая такая баночка стоит. Маленькое удовольствие. Побаловали себя с ребенком, поняли, что красный экран намного вкуснее, но главное – удовлетворите желание. А также помимо шведской стенки купила новую мебель для дома. Это и стулья, и вот такая вот волшебная посудомоечная машина, которая тоже стоит недешево. Это очень важно, особенно для женщин, которые постоянно намывают посуду, у которых маникюр портится из-за этого. Да, вот есть такая вот помощница, которую загрузила на ночь, поставила, она все помыла, все высушила, подогрела посуду, утром достаешься чистенько, и маникюр целый. Очень-очень приятно. Вот, но такое удовольствие стоит много денег, и у вас есть все шансы, классные возможности заработать их в компании Reflame. И бесплатно путешествовать, и покупать себе драгоценности, и вот такие вот машинки. Самое сложное в этом бизнесе – это не рекрутинг, это не сопровождение, не выступление на вебинарах, а именно работа над собой. Победить свою лень, усталость, злость, полюбить людей, стать открытым, позитивным человеком. Нужно будет очень много поработать над собой, много обучаться. Я вот, сколько сейчас напомню, я никогда не любила читать книги. В компании Reflame я их полюбила, потому что иногда какие-то сложности в бизнесе появляются, не знаешь, как дальше работать. И берешь книгу по бизнесу, которую тебе когда-то порекомендовал твой вышестоящий спонсор. Начинаешь ее читать, дочитываешь до конца, меняешь что-то в своей работе, и у тебя результаты еще лучше, чем в прошлый раз получаются, чем до кризиса. И тут на слайдах хотела вам показать, как вообще работают новички. Первые три месяца они выходят на уровень менеджеров, они занимаются в основном рекрутингом, дают информацию о бизнесе, смотрят вебинары, дают вебинары своим новичкам, ведут переписку и учатся разговаривать по телефону, по скайпу, голосом, чтобы было живое общение. Также они проводят много регистраций, выдают инструкции, обучаются сами, пользуются продуктом и учатся потихонечку выступать на планерках. То есть, по сути, вы можете заметить, что и новички, и менеджеры, и директора в основном делают все три основных правила. Это пользуются продукцией, полностью переводят себя и свою семью на личное потребление продуктов компании Reflame. Второе, это обучаются, то есть, если это новичок, то он больше час времени обучается сам. Если это менеджер, то 50 на 50 обучается сам, обучает команду. А если это директор, то больше, конечно же, обучает команду, но также продолжает обучаться сам, читает книги, смотрит вебинары, инструкции, ищет дополнительную информацию, мотивацию для команды, пользуется продукцией, и все всегда рекрутируют. Без рекрутинга ваш бизнес в геометрической прогрессе никогда не будет развиваться. А вот именно это очень классно в нашем бизнесе, что не только ты, но и твоя команда делают определенные действия, и этот бизнес начинает расти с бешеной скоростью. И как раз про распределение времени. Когда новичок, он один, ему важно большую часть времени, конечно же, тратить на рекрутинг. Но это при условии, что у него, к примеру, 6 часов в день есть. Если у него 4, то 50 на 50, чтобы не в ущерб себе, не в ущерб обучению, все равно, когда у человека будет больше информации в голове, он более качественную регистрацию будет говорить, более качественно будет сопровождать. Ну вот, главная задача новичка создать команду, с помощью которой он будет намного быстрее расти. У менеджера уже делится так, что рекрутинг также остается на первом месте, но помимо личного обучения, у него еще добавляется сопровождение и обучение своих новичков. У менеджера, который уже приблизился к первой ступеньке директорской, также остается личное обучение, командное обучение. Уже командное обучение больше остается, что если менеджер 9%, то он у нас как минимум один раз в неделю выступает на командной планерке. Пусть у него даже будет тема 5-10 минут, но он должен выступать каждую неделю. Те менеджеры, которые не выполняют эти правила, эти советы, как бы к спонсору нужно не просто прислушиваться, а все-таки слушать его повнимательнее и делать все. Не просто даже на 100%, а на 200%, что он говорит, тогда будет результат. В некоторых менеджерах на уровне, наверное, кризис случается на 15%, думают, что я уже все умею, все могу, директор тут ничего нового мне не скажет, я пойду сейчас велосипед изобретать. отходят от этого, и у них, так скажем, кризис случается, они не растут долгое время. Поэтому важно делать то, что вам говорят ваши наставники. Всегда, даже если вы на уровне директора, всегда продолжайте слушать и делать то, что вам говорят. Спонсор вам, поверьте, плохого не посоветует, он также заинтересован в вашем развитии, в вашем карьерном росте, как и вы. Значит, обучение менеджера 18%, туда уже подключаются и командные вебинары, то есть это и про бизнес, и тематические, про рекрутинг, про продукт, про wellness, про лидерство, про успешный старт, маркетинг план, и так далее. И директор, он должен охватывать все, все, что можно, он должен успевать охватывать, и у всех, и у новичков, и у директоров могут возникнуть такие проблемы, что день проходит самбурно, и ты вроде бы много-много-много что-то делал, но результаты это тебе не поднимаются. Это уже прошла и неделя, и каталог, и полгода, а ты все так же на одном месте стоишь. А смысл в том, что вы перестали работать по плану. Очень важно работать по плану, если вы расписываете день, что с утра у вас есть час, пока дети спят, вы можете взять пораньше, поставить там вариться кашу, следить за ней, и читать книгу по бизнесу. К примеру, рекрутировать можно не только в интернете. У меня интересные такие встречи иногда случаются. Я как бы с таксистами сильно не люблю общаться, но последние два раза у нас таксисты были женщины. Это большая редкость, но мне почему-то захотелось ими завязать разговоры, и всю нашу дорогу. Я расспрашивала, чем они занимаются. Самое, что интересное, обе эти женщины, у них свой бизнес, но они почему-то подрабатывают в такси. Наверное, не все так хорошо, как казалось бы, что свой бизнес, и все должно быть хорошо. Я им предложила, я им рассказала, я им оставила контакты. Я рекрутирую всегда, везде. Еще у меня одна такая встреча была интересная. в самолете мы вот как раз возвращались с Конгресса предпринимателей, из Питера летели в Новосибирск, и я боюсь летать, я боюсь летать, и я не могу уснуть в самолете. Четыре часа лететь для меня это просто муки какие-то, да, мне плохо на взлете, мне плохо на посадке, и со мной я сидела рядом женщина, я думаю, блин, надо как-то себя отвлечь, чтобы время побыстрее пошло. Я с ней начала общаться, из какого она города, зачем она туда едет, да, вот она сама была из Питера, летела в другой город, про детей, про проблемы с детьми. Сначала сделала ее теплым контактом, да, а потом уже начала рассказывать, чем я занимаюсь, также обменялись контактами, добавили суперсеты к друг другу в друзья, то есть информирую везде и всегда. Да, это очень классно, когда вот вы везде рекрутируете, вы относитесь к рекрутингу не просто к какой-то работе, что встали, с утра посмотрели на план, ой, надо пойти сделать хотя бы эту одну регистрацию. Если у вас будет такое отношение к вашему бизнесу, то у вас не будет этой одной регистрации стабильно никогда. Ну и про сопровождение, обучение, я думаю, с этим тоже все понятно. Идем дальше. Да, я вот таксистам сразу говорю, что это Reflame, я в принципе этого и не стесняюсь, и не боюсь, потому что вы же таксисты, вы много ездите по городу, вы наверняка уже видели автомобили от компании Reflame. Рассказываю, что у нас в городе есть три Volvo, которые мои знакомые получили в подарок от компании. Они все-таки имея контакт с автомобилями, они понимают, что такое Рено и что такое Volvo. Рассказываю про все возможности, вот все, что могу успеть рассказать, пока мы едем от точки А к точке Б, все рассказываю. Интересно, они сами задают вопросы. Я не сижу и специально там не читаю лекции. Я скажу там, так, скажем, закину пару выдачек, сижу, молчу, они начинают сами задавать вопросы. Так у нас и хорошо проходит беседа всю дорогу. Вот примерный план, как работают в команде. Очень важно делиться информацией в командных чатах к примеру про заказы. Если вы купили какой-то продукт, новинку, ну или просто в первый раз какой-то крем, тушь, вам в восторге просто, да, от этой продукции, я считаю, что нужно поделиться в чате и фотографию скинуть, что вот вы сделали заказ, примерно, 207 баллов. Скинуть фотографию этих продуктов и описать, что вы купили или чего. В основном у нас пишут, что купили для себя. Для себя, для родителей, ну и там, например, для детей, да, если это омега наша любимая. Вот, очень важные советы. Я хочу, чтобы вы их к себе куда-то в блокноте записали. У всех людей по 24 часа в сутки. У всех есть какие-то проблемы, у всех есть семьи, у всех есть те, которые говорят, что ты занимаешься фигней, да, у вас появляется такое опоздание, что у меня нет времени заниматься этим бизнесом. Если вы будете себе так говорить, то так на самом деле и будет. Очень важно, да, что все мысли материальны, если вы поймете, что у вас есть время, если вы поймете, что у вас все получится, если вы все свои действия будете где-то отмечать, чтобы отследить, что вы делаете, да. к примеру, в интернете есть такие сложные моменты, что-то может отвлечь, смешные видео, фотографии друзей, где-то нужно поставить класс, написать комментарий, но не относящийся к бизнесу, а это называется ИБД, имитация бурной деятельности. Если нет плана, то в основном по-где они проходят. Сумбурно, вы думаете, что вы упахиваетесь, а бизнес не работает почему-то. Также очень важно всегда обучаться, даже если вы вышли на уровень 22%, скоро закрываете директора, никогда не останавливайтесь, постоянно смотрите вебинары, читайте книги, ищите новую информацию. Если вот как только вы закончите обучаться, решите для себя, что вы все знаете, вы выше директора никогда не вырастите. А все мои вы считающие наставники, и Родионовы, и Гарлины, и Долженко, они все постоянно читают какие-то книги, у них постоянно мозговой штурм проходит, это помогает им расти еще дальше, еще выше. Также чаты, я надеюсь, они у вас есть, я так думаю, что они у вас есть, потому что все равно вы в интернет уже давно перешли. В чатах очень важно также обсуждать, делиться информацией, задавать вопросы. если у вас есть вопрос, но вы немножко сомневаетесь, или думаете, лучше я пойду спонсору личку это напишу, можете, конечно, и так сделать, а можете написать в чате, в чате вы получите этот ответ, и этот вопрос и ответ увидят ваши новички, и они уже заранее будут проинформированы. В принципе, а нет, еще не все, еще у меня есть слаймы. Значит, я думаю, вы за этот вебинар поняли, что чтобы здесь добиться больших результатов, нужно очень-очень-очень много работать, упорно работать. Даже если вам на собеседовании говорят, как мне, девочка, иди, найди себе нормальную работу, я думала, как же хорошо, что я когда-то не послушала этого человека, а доверилась все-таки судьбе, внутреннему голосу, который говорил не сдавайся, попробуй еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и потом сделаешь выводы для себя. Голосы, которые внутри говорили, ну ты же все равно начала уже что-то делать, зачем сейчас останавливаться, бросать все возможно на полпути. Вот, у меня в принципе в жизни были такие моменты, появлялась какое-то хобби, например, рукоделием занималась, или еще чем-то, изучала фотошоп, к примеру, и я поняла, что все, что я начинала, я всегда бросала, а тут я решила для себя, что может быть стоит хоть одно дело довести до конца, и пусть это будет рефлейм, я уверена, что это еще не конец, это только начало, я надеюсь, что вы каждый примете для себя такое решение, что в жизни должно быть хотя бы одно дело, которое стоит того, чтобы всю жизнь добиваться этой цели, всегда расти. В принципе, магии никакого в этом бизнесе нет, все очень легко и просто, общаемся с людьми, доносим до них возможности нашей компании, и исполняем свои мечты. Вот моя ближайшая мечта, которая в скором будущем исполнится, это собственная квартира, где будет обязательно гардеробная хорошая, я думаю, об этом мечтают не только девушки, но и мужчины, чтобы обязательно была такая комната, где на любой жизненный случай было несколько вариантов, в чем можно пойти. Ну, знаете, что у девушек бывает обычно такая проблема, что нечего одеть, так вот, я желаю каждому и мужчине, и девушке, чтобы была такая гардеробная, чтобы всегда было, что одеть. Вот, теперь точно на этом все, теперь я жду ваши вопросы, если вопросов нет, пишите в чате, что все понятно, все хорошо, чтобы я знала, что можно с вами прощаться. Как найти лидеров? Нужно их искать. Как бы лидеры, это вот представьте, да, песок. Песок это обычные люди, а где-то среди этого песка лежит один бриллиант. Вам, чтобы его найти, нужно хорошенько или пересыпать, или покопаться в этом песке, да, чтобы найти этот алмаз. Просто так сразу в песочницу, так скажем, с алмазами попасть нереально. Их нужно постоянно, постоянно искать. Лидеры сами себя проявят. они, вы увидите, да, что они начнут везде, вот как в фильме про Шурика, может помните, хулиган везде, когда спрашивают на исправительных работах, кто там на завод пойдет работать, он всегда говорил, я, кто туда пойдет работать, он говорил, я, вот в принципе лидеры нашего бизнеса также себя проявляют, они везде говорят, я, 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 я хочу, я могу, я сделаю. Сейчас у меня регистрации идут на личный бренд. Отвечаю, Алене. Что делать, если ваши близкие относятся к вашему бизнесу отрицательно? Я думаю, что нужно все-таки договориться, попросить, дать вам шанс, объяснить это, может быть, как хобби, объяснить, что вы как-никак имеете все-таки выгоду с этого, у вас есть скидки, у вас есть подарки, у вас есть новые знакомства, которые в будущем могут быть вам полезны, вам просто нравится общаться с людьми. А когда добьетесь своего результата, своей цели, они уже по-другому будут смотреть на ваш бизнес. Физически, Марина, как делать по 20-20 в день? Я уже тоже говорила, что я иногда до 5 утра не спала, я вот как встану, параллельно там ребенок, компьютер, перебежками мелкими, плита, погулять, в принципе, параллельно несколько делаю, иногда делаю. Могла слушать вебинар, заниматься с ребенком, вести какую-то переписку, или ходить с ребенком, ребенок у одной руки, второй рукой ходить в странную машинку запустить, игрушки убирать и так далее. Все дела, которые у нас есть и просто дома хозяйственные и в бизнесе, их можно все совмещать. Ой, про Сириса я даже вам не знаю, не подскажу, никогда не сталкивалась. Ирина, а вы сейчас 22 с отрывом или без отрыва? А, без отрыва. Ирина, чтобы стать 22, нужно строить, в смысле, чтобы стать директором открытым, нужно построить себе вторую ветку, минимум, чтобы она была 15%, чтобы был там 15% лидер, который начнет расти и через 8 каталогов, как вы сделаете себе отрыв, вы закроете звание директора, получите премию 1000 долларов. У каждого свой темп до директора, да, кто-то открывает директора за 4 месяца, кто-то за каталог, я за 7 месяцев открыла. Но я знаю точно, что те, кто не могут 2 года открыть директора, 3 года открыть директора, они просто не выкладываются в полную силу. Если бы они на всю катушку работали бы, ну, или хотя бы на 50%, то у них бы результат был намного быстрее. как планировать день? Начните с того, сколько у вас есть времени. Если у вас весь день свободный, то вот то, что я говорила на вебинаре, что важно делать, читать книги, инструкции, вебинары, рекрутинг, обучение и сопровождение команды, распишите это все по часам. большую часть уделять на рекрутинг. Если вы на уровне директора, то уже на все одинаковое количество времени уходит. Я в глубину работаю, я помогаю своим партнерам. Вообще я своим новичкам не даю каких-то конкретных методов рекрутинга. для них открыто обучение, они могут выбрать любой метод. Я им сразу говорю, что все методы работают, но у всех они работают по-разному. Этот метод у вас может работать хорошо или плохо, но вы пока не проверите, вы не узнаете. В самом начале у меня было, наверное, в самом начале, я уже не помню, сколько было в самом начале. Может быть, было две, потом я делала больше, больше, но больше шести страниц каждый день я не успевала физически обрабатывать. оптимально. Это все опять же зависит от того времени, сколько у вас есть. Если у вас всего один час в день на рекрутинг, смысл создавать пять страниц, на которых вы не будете успевать работать. Пусть будет одна, но вы на ней будете вкалывать, и она будет хороший результат вам приносить. Так, про статистику я немножко не поняла, вопрос, перепишите его, пожалуйста. Где в самом начале работала? В Одноклассниках. Сейчас, в принципе, у меня странички есть во всех соцсетях. Везде веду личный бренд, на него идут регистрации. страницу оформлять нужно как, ну, то есть рабочую, так же, как и обычную. Фотографии, личная информация. Вы можете открыто писать про работу, вы можете писать закрыто, то есть или открыто Арифлейм, или просто работа-подработка в интернете, к примеру. Когда начал работать бренд? Ну, для меня такой важный показатель, я на самом деле по холодному рынку не помню, но могу сказать про теплый рынок. Очень важно было для меня, когда мои родственники стали приходить в этот бизнес, я была на уровне золотой директора, я была в Испании в тот момент, и мне позвонила моя двоюродная сестра, и сказала «Все, давай, регистрируй меня, я уже не могу». Кстати, моя двоюродная сестра, эта регистрация была уже за пять тысяч. Вот, я ее позвала одну из первых, когда пришла в этот бизнес, она мне пожелала успехов, сказала, что, что это не ее, она сколько, полтора года следила за мной, полтора года шла к тому, чтобы приняли себя такое хорошее, верное решение, сейчас она на уровне 15%, она правда тоже не сразу начала работать, меня полностью повторила, она тоже начала с января 15-го года, так, нет, вру, с 16-го года она, с января 16-го года начала работать, то есть почти пять месяцев уже 15% успешно квалифицировалась уже на Сочи. Ну, скорее, я так понимаю, продвижение вы, про название команды, нет, я все-таки Арифлейм, Арифлейм продвигаю. Я правильно, Марина, ваш вопрос поняла или нет? Что значит личный бренд? Ну, вы смотрите, есть компания Арифлейм. Вот, я вам сейчас расскажу про личный бренд, как компания Арифлейм, да, и личный бренд, который у вас будет появляться, когда вы будете расти. То есть компания, она, она, вот, вывозит своих лидеров за границу, она дарит автомобили, она дарит шикарные премии за проделанную работу, и вот вы начинаете расти в этом бизнесе, вы выходите на 3%, на 6%, на 12%, на 22%, вы становитесь директором, вы становитесь лидером компании, вы получаете премии, путешествуете, получаете все эти автомобили, у вас растет команда 3, 6, 9 и так далее, да, и когда вы это все не скрываете, да, на показ оставляете, ваши знакомые и незнакомые видят эту информацию, они видят как и личный бренд компании, да, что компания может предоставить такие возможности для каждого, да, так и вас, как простого человека, возможно, учителя или студента, который был простым, да, а стал лидером благодаря этой компании, что вы росли не только по карьерной лестнице, вы росли еще как личность, и вот на эту информацию, то есть как и на компанию, так и на человека, могут прийти ваши будущие исполнительные директора. Так, я надеюсь, я ответила на все вопросы. Так. Средний заказ у нас 100 баллов. Сейчас, подождите, проверю. Все меняются каждый день. Так, по поводу заказа. Так, еще бак вопрос по поводу бака. Так, давайте сначала по поводу заказа отвечу. скидки, подарки, рекомендации. То есть у нас нет такого, что иди и делай заказ, надо, любой сной иди и сделай, да. мы делимся информацией. Я, когда была новичком, я не знала, как человека направить на заказ, сказать ему, что надо, что бизнес все-таки на личном потреблении строится, минимум 150 баллов, иначе никак. Я просто рассказывала про стартовую программу, я рассказывала про скидки, я рассказывала про премьер-клуб, про действующие программы, как сейчас iPhone, примерно, про возможности квалифицироваться в Сочи. Я рассказывала эту информацию, и люди видели еще отзывы в чате, и постепенно, постепенно делали какие-то заказики. Кто-то начинал с небольших, потом все больше, 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 Бак у меня сейчас, вернусь к вопросу, который повыше, сейчас у меня бак небольшой, потому что у меня 4 директорские группы, одна группа в Белоруссии, через международки там уже не отследить, ни бак, ни средний заказ, то есть только по России можно говорить. Сейчас около 200 бак у меня. кто не знает, бак это база активных консультантов, тех, кто делают заказы. Вот, но нас интересуют, конечно же, люди, не которые делают заказы, а которые развивают этот бизнес, которых интересует этот бизнес. Ну, а если человек не хочет, зачем я его буду уговаривать, Наталья? Зачем его доводить до регистрации? Или вы про теплый рынок? Если теплый рынок, то это, конечно, отдельная тема. А если с холодного рынка человек говорит, нет, мне это неинтересно, мне не нужна подработка, я к нему приставать не буду, а теплый? На скидки, на подарки, только так. Нет, конечно, про подписчиков отвечаю Владиму. У меня, как и у всех, есть и молчаны, и те, кто делают заказы, и потом их не выкупают, непонятно, зачем их делали, и те, кто регистрируется, а потом говорят, что это был Арифлейм? Не-не-не-не-не, я никогда не хотела жизни в Арифлейм, вы меня обманули, вы меня силком, да, затащили сюда, хотя было открыто, везде написано в каждом сообщении, что это Арифлейм, да, то есть человек не регистрируется, не получив сообщение, информацию, что это будет компания Арифлейм. Есть такие, да, всех, я не исключение. по поводу подписчиков, все были бы активными, если бы все 30 тысяч собеседований, все были бы, там, 30 тысяч регистраций, все были бы они активными, но даже если все 5 тысяч регистраций лично были бы активными, я думаю, я бы давно, и не давно, там, на самом верху, на лестнице успеха была. Ну пока, пока только вот в скором времени открою бриллианты из старшего бриллианта. У меня 5 директорских и еще 3 15-процентные группы подрастают. А там уже не за горами исполнительный уровень и президентский уровень. Вопросов больше нет, да? Спасибо, ребята, вам за приглашение, за то, что вы меня послушали, за вопросы. Желаю всем успехов, у вас все обязательно. Передаю слово Сергею. Всем пока-пока. Наташенька, спасибо тебе большое. Шикарный вебинар, наверное видно, как у меня светятся глаза даже через камеру. Друзья, на прощание. Вот скажите мне честно, успех Стадниченко Наташи, Магомедовой Зули, Марины Себенковой, Анжелы Магомедовой, Галины Гоглоевой, как вы думаете, это, наверное, случайно? Ну, просто этим девушкам повезло, да? Мне кажется, сейчас, после выступления Наташи, Абубакар сделал очень правильный вывод, это труд. Наташа сказала честно, мы не обещаем вам халяву, мы никогда не звали вас мало работать, мы всех приглашаем много зарабатывать. Да, да, вы правы. Труд, Марина пишет, это количество действий, да, и даже статистика у каждого своя. Спасибо. Наташенька, я тебе хочу сказать, что за эти полгода, пока ты не выступала на нашем вебинаре, ты очень сильно выросла, еще выше, как лидер, как личность, и я однозначно могу сказать, что в Reflame уникальные люди достигают результата, но приходят все они обычными. Работая над собой, как говорила Наташа, развивая себя, мы все будем расти и достигать своих целей. На прощание я хочу вам напомнить, из чего состоит наш интернет-проект Территория роста. В первую очередь это люди, как мы сказали, да, люди, которые имеют результаты. Это менеджеры, это что-то слайд не загружается, ага, это менеджеры, директора, золотые, сапфировые, бриллиантовые, которые сегодня растут и делятся своим опытом. Напишите в чате, как часто у нас проходит обучение. Как часто у нас вебинары для новичков, тренинги, ежедневно, Абубакар уже знает, хотя присоединился два дня назад, спасибо большое, каждый день в 14.19.00 по Москве. Ваша задача максимально самому посещать ежедневно вебинары. Можешь два раза в день, будь, хотя бы раз в день. пропустил, у нас есть канал YouTube, где мы выкладываем все записи, об этом тоже Наташа сказала, спасибо большое. И, если ты ходишь один, зарабатывает твой спонсор. Если ты на вебинары и семинары заходишь с новичками, уже с командой, то зарабатывать будешь ты. Игорь пишет, что он в день 4 обучения, да, я так понял, посещает на разные тематики. Абубакар, на доход в 1000 долларов есть люди, которые вышли в первый месяц работы и есть те, кому и года не хватило. Вопрос в том, как быстро вы выйдете на доход в 1000 долларов ежемесячно. Вам нужна команда, организация, которая будет делать товарооборот более 250 тысяч рублей каждый каталог. Понятно, да? Итак, территория роста сегодня это наши чаты. У каждого директора и у многих менеджеров есть свои. Это вебинары по расписанию. Запишите. Да, в 14 и в 19 каждый день, но каждую субботу в 19.00 мужской вебинар. В презентации обучением выступают мужчины. Посещать можно всем, Маргарита Мороз. Каждое воскресенье в 19.00 по Москве у нас гость, как сегодня, Наташенька. На следующее воскресенье закончится каталог и у нас будет парад успеха, где каждая директорская команда будет представлять своих новых менеджеров, директоров. Друзья, планируйте. Я думаю, вы записали. И, конечно, каждого новичка мы заводим на наш обучающий сайт TierGru. Адрес сайта, пароль возьмите у ваших наставников в разделе обучения консультанту. Вот такой кладезь знаний. И если вы какие-то вопросы не успели задать Наташеньке сегодня, не волнуйтесь. Вот там, на нашем обучающем сайте, есть ответ на любой из ваших вопросов. Спасибо большое еще раз. Наташа затронула вот такие вещи, я не знаю, от глобального до вот таких, знаете, мелких пазликов, из которых складывается картина вашего успеха. Спасибо еще раз Наташе. Давайте пожелаем ей скорейшего закрытия бриллианта и старшего бриллианта, как она хочет. Ну и всем нам роста, развития. До новых встреч. Мы с Галиной вас очень любим, ценим и готовимся поздравлять вас с новыми званиями уже в этом году. А самое главное до 14 каталога. Два лидера, всего два. И мы вместе в следующем году на 7-звездочном лайнере в круизе включаем мой любимый ролик. Хотя куда еще больше мотивироваться, да? Но все-таки. Спасибо еще раз. До новых встреч.